Играющие черными, пускают часы, играющие белыми. Отсчет времени пошел. В Анапе начался чемпионат города по шахматам. В течение недели за звание сильнейшего борются 20 мужчин и 6 женщин, лидеры рейтинга городской федерации этого вида спорта. Никаких возрастных ограничений нет самому старшему участнику турнира. 71 год, самому младшему 8 лет. Всех объединяет давняя любовь к шахматам. Я занимаюсь уже давно, где-то с 5 лет. Меня тогда тренировал дедушка, но тогда я просто для себя занималась. Попала я на этот турнир, мама мне сказала, и я отправилась сюда. Для меня это все вместе, это и математика, и спорт, и искусство одновременно. То есть, когда я играю в шахматы, я, наверное, больше отдыхаю даже. Чемпионат проходит по международным правилам. Время партии каждого хода четко регламентировано. Комментированно вставать из-за стола можно только на ходе соперника. Сотовые телефоны и прочие гаджеты запрещены. Сразу же ставится поражение. Телефона не должно быть вообще с собой. Такие случаи бывали уже? Да, такие случаи бывают, но вот у нас на прошлом чемпионате города не было такого случая, и надеюсь, на этом тоже не будет. А так, даже на очень высоких уровнях, где играют и гроссмейстеры, такие случаи бывают, что забывают с собой и не выключают телефон, он звонит. Даже звонит будильник, и за это ставится тоже поражение. Имена чемпионов Анапы среди мужчин, женщин и ветеранов станут известны в воскресенье, 20 декабря. Тройка лучших игроков получит право на участие в первенстве края. Оно состоится в следующем году. Вадим Иванов, Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.